Кавказский заповедник Кавказский заповедник еще идет из времен Дедокняжской охоты, когда родственники царь арендовали у Кубанско-Казачьего войска территорию, на которой они производили охоты. И благодаря Шапочникову Лесничьему, когда были интересы создать заповедник для сохранения зубра. И поэтому после того, когда уже в Дедокняжской охоте аренда закончилась, и тогда на этой территории сделали Кавказский заповедник. Но Кавказский заповедник сначала назывался Кавказский зубровый заповедник, для сохранения зубра на Кавказе первого названия. Потом он стал уже Кавказским природным биосферным, Кавказский зубровый заповедник. А вот в 1979 году заповедник получил мандат ЮНЕСКО, стал называться биосферным, был включен в список всемирного природного наследия. А вот что послужило основной причиной? Ну, в основном тогда, будем говорить, у нас в России не было ни одного биосферного заповедника. Это было решение из 100 заповедников взять всего 16 заповедников в каждых регионах. Будем скажем, это и Сибирь, это и Кавказ, и другие территории. И вот на Кавказе был избран заповедник Кавказский, который назывался Кавказский биосферный заповедник. Что это такое? Ну, во-первых, это, что такое биосфера, да? Это заповедник, в котором исследуется, что уходится все на земле, под землей и в воздухе. Такой биосферный зерват. И тогда создался заповедник, у нас была научная программа ЮНЕСКО, которую мы ввели, мы сейчас ее введем. Вот таких у нас всего пока заповедников 16 в стране. А вот вы работаете в заповеднике уже более 40 лет, сейчас совмещаете сразу две должности. Ну, так скажем, прошла половина практически столетия. Что изменилось с тех пор? Какие задачи основные удалось решить? Ну, благодаря тому, что я уже работаю в 42-й год заповеднике, да, когда пришел молодым мальчиком, 24 года мне было, я пришел в заповедник. Конечно, я никогда не мог подумать, что мне придется праздновать столетие заповедников, что мне придется в этом году праздновать ювеление, 65 лет в этом году, 65 лет в этом году. У вас двойной юбилей получается? Да, двойной юбилей в этом году. Ну, хочу одно сказать, я помню заповедников. И в 80-м году, когда я еще работал на турбате с инструктором горного туризма, мы уже ходили по кавказскому заповеднику, на Ново-Зеорийце, на Айбку ходили, ходили на Архыс. Это все было по кавказскому заповеднику. Заповедник за 100 лет очень много потрясло. Семь раз менялись его границы. Семь раз. В 57-м году там было изъято по программе правительства нашего государства 100 тысяч гектаров леса. Был выбранный лес, и потом через пять лет опять его вернули в состав заповедника. Да, мы были в Министерстве сельского хозяйства. Но хочу сказать, что на самом деле, эта история заповедника, она такая и трагичная была. То есть, почему создали его заповедник? Создали, потому что была угроза Зубру. И я велел из того, чтобы создать этот заповедник для сохранения Зубра. Но в 27-м году, в 1027 году, был убит посыльник Зубра на Кавказе, на горе Олоус. И Зубр писал существовать. И, конечно, благодаря силами лесной охраны, научного дела, создали большую популяцию Зубров. И в 1986 году популяция Зубра была 1340 голов. И в 1999 году, уже в последний век до 20-го века, насчитала Зубра всего 135 голов. То есть, или 1340, или 135, и покойный немец Зубров писал, если популяция будет меньше 160 голов, то она исчезнет. Нам пришлось 135, когда пришел зам по охране. Конечно, единственное, что я позвонил Москву, самому руководителю, молодой, энергичный зам по охране. Говорю, дайте мне деньги, мне надо Зубры восстанавливать. На что мне Степанинский, Борисович, мой руководитель, мой куратор, который сказал, Сергей, тебе не надо никаких денег. Наведи охрану, создай охрану, и Зуб поднимется САФ. У него, кроме человека, врагов нет. И, конечно, нам пришлось начинать с нуля восстанавливать Зубров. Конечно, сказать, что за первые 7 лет мы изъяли только в Исбурге Адыгея 185 столов нарезного оружия. Уже большая прогрелась работа, и на сегодняшний день у нас Зубров в заповеднике 1200 голов. То есть мы практически вышли на уровень 1986 года. Но почему я более спокоен, что плотность, наука дала плотность Зубров в заповеднике 800 голов. Это как нормы в 3-комнатной квартире, там на 9 квадратных метров, значит, то же самое. А у нас на 400 больше. И сейчас другая проблема, что Зубров стал выходить за пределы заповедника. Иначе приходится, и когда-то, что у нас заповедник единственный в стране, который находится на территории трех субъектов федерации. Карача, Черкесия, Краснодарский край и республики Адыгея. И теперь он выходит за пределы заповедника, мы говорим, совместно с субъектами, охраняем его плодотворно, и практически этого нет. Ну что, хотя что изменилось, я вот ехал и думал, ну что сказать. Ну, когда я пришел директором, из 16 кордонов только на двух был свет. Это Лаура и Гузилипли. Не было света. Сейчас все кордоны, все 16 кордонов, которые жут люди годично в горах, имеют все интернет, имеют все связи, имеют WhatsApp, имеют свет, имеют все, что возможно в современной жизни. Первое. Второе, что мы сделали, конечно, мы узаконили границы, это большое дело. Мы узаконили границы, узаконили все, что необходимо. Ну, конечно, могу с гордостью сказать, что мы развиваемся хорошо, увеличим территории. На сегодняшний день Кавказскому заповеднику передана парк южной культуры в Сириусе, теперь тоже территория заповедника. Нам передали приазовский заказник на Кубани в Станинском районе 42 тысячи лотно-болотных угодий. То есть территория, которая требовалась охраны, и я считаю, что лесная охрана справилась с этим грамотно. Ну, важный вопрос, хотя сказать, о том, что за 22 года деятельности меня как руководителя мы построили около 600 зданий, сооружений, туристических объектов, маршрутов. Ну, самое главное, что мы начали новую тему, когда уже было то, что наши годы, это развитие туризма, такого понятия никто не имел. Туризма на особенностях территориях. И на сегодняшний день я могу с гордостью сказать, что из всех заповедников страны, их около больших, более 160, Кавказский заповедник в 1923 году занял первое место по посещаемости. В 1922 году посетило 580 тысяч человек заповедник по туристическим маршрутам. У нас, чтобы просто понимали, 450 километров туристических маршрутов, которые обустроены. То есть настилы, места отдыхов, приюты, там всякие тропы, все это у нас есть современное. И Сочский нациальный парк тоже занял в прошлом году первое место, будем говорить, в стране по посещаемости 1 миллион 700 человек. То есть считать, что город Сочи, это является, наверное, лидером по развитию туризма. Поэтому тоже большая заслуга научных сотрудников, лесной охраны, отдела туризмов. Ну, что хочу еще добавить. Конечно, обеспечены полностью техника, обеспечена впервые радиосвязь такая современная у нас. У нас было обеспечено полностью оружием, у нас обеспечены полностью каждым инспектором оружием, у нас имеет каждый инспектор грузовой транспорт. Ну, для расширения хотим сказать, что также мы установили первой в стране скульптуру государственного инспектора, памятник. У нас никто, ни один заповедник в стране не имеет именно памятник государственному инспектору. По нашей ассоциативе он был устроен. Ну, хочу сказать, может, и грустная тема, что за 100 лет заповедной системы, это 1916 год, когда создавался первый Баргузинский заповедник, и до 2016 года за 100 лет при исполнении служебного долга погибло 57 человек. Это 130 заповедников страны. Но в Кавказском заповеднике из 57 погибло 16. То есть мы практически по этому заняли такие лидирующие. И поэтому я подумал, что почему пишем книги о природе, пишем там о флоре, о фауне, а не пишем о людях. Мы в 2002 году по инициативе мы издали книгу «Книга памяти наших сердец». Она называлась, где были собраны 286 фамилий, биография тех людей, кто за 100 лет внес вклад в создание Кавказского заповедника. Потому что на самом деле люди работали на износ. Даже во время войны наших инспекторов, там были лесники, они брали на фронт, они были нужны здесь. Они охраняли зубров, там шли за зубрами. Также, чтобы просто понимали, чтобы их зубров изучить, покойные немцы, он когда закончил студентом, закончил институт, пришел работать в заповедник в 76 году, он шел за одним стадом 30 дней. Вот он 30 дней шел за зубрами. И изучал, где они спали, и он спал. Они кушали, он с ними наблюдал, по лет 30 дней. То есть такие были, ну, вроде бы и на природе, но работы были тяжелые. Современно еще сейчас о том, что у нас все турнические маршруты, я сказал, что оборудованы, у нас оборудована лесная охрана, экопросвещение, научно. У нас биосферная станция Джуга есть, она самая высокогорная на Кавказе, на 2000 метров на территории заповедника, она создана в 86 году, и до сегодняшнего дня мы ее поддерживаем. Поэтому нам не стыдно сказать, что на самом деле дело очень-очень много. Ну вот у вас такая обширная, я бы даже сказал, бурная деятельность. А с какими трудностями вы сталкиваетесь? Давайте, наверное, начнем с сотрудников. Как удается организовать такое большое количество людей? Сейчас, если брать свой социальный парк, Кавказский заповедник, у меня работает, под моим началом, более тысячи человек. Если это так еще перевести, то это полмиллиона гектаров леса, то есть площадь 500 тысяч гектар. Если взять город Сочи, то это 98% города Сочи, это все национальные парки, заповедники, только 2% это город. Ну, какие трудности, наверное? Всю жизнь они были трудности, главное их не замечать, понимаете, просто делать свою работу. Хочу сказать, что в заповеднике, наверное, работают люди, идут не ради корости. Да, раньше шли, чтобы там охотиться, там рыбалить. И было тяжело, наверное, мне убедить людей, которые там на самом деле этим только и занимались, да, о том, что надо перестраиваться. И тогда мы убили это решение, где запретил на кордонах и лов рыбы, просто иметь положение, доказывать людям. Но самое главное, наверное, брать, самому себя вести так, как человек мог тебе поверить, да. То есть я сам, в принципе, во всех опасных мероприятиях, это или я, или мой зам, Пилипенко Геннадий Георгиевич, мы самые первые, кто участвовал. И, значит, очень то же самое. Все самое опасное мы должны делать сами, а потом уже люди. Второе, конечно, нужно и к каждому подход, потому что в горах, наверное, надо верить, с кем ты идешь, как-то Высоцкий пел, да, потому что мы вдвоем, допустим, с вами идем в горы, где-то вы спотыкнулись на, там, ну, я говорю, с речки где-то там. Я могу вам делать вид, что я подал вам руку, чтобы вытащить и промахнулся, и вы уплыли, да. А могу на самом деле, рискуя собой, вас вытащить. Поэтому там самое главное – верить друг в друга и понимать друг друга. Поэтому, когда мне пришлось все говорить, с инспекторами работать, я сказал, ребята, давайте будем развивать туризм. На сегодняшний день у нас развитие туризма, ну, скажу так, что если доход заповедника в 2002 году, когда я пришел в руководитель, был миллион двести, всего миллион двести рублей, то есть у нас ни на бензине, ничего не было. Ну, сейчас мы зарабатываем там, ну, в порядках, больше двухсот пятьдесяти процентов больше. В первую очередь, я вижу, это забота о людях и быть требовательным ко всем ежедневно. Но, опять же, еще хочу сказать, надо только самому быть такой, потому что если люди же видят, допустим, если никому нельзя, то нельзя и тебе. И иногда сыну моему было 16 лет, и он мне сказал, папа, можно я на мотогоночном мотоцикле пройду на Чугуш? Я говорю, нет, нельзя. Он говорит, папа, ну почему другим можно, а мне нельзя? А я ему сказал, потому что ты мой сын. И на сегодняшний день часто вспоминает об этом, папа, помню, что ты мне не разрешил, потому что то, что может другим, нельзя мне и моим близким, нельзя моим родным. Наверное, своим примером-то должен показать. Люди видят свой пример, и, наверное, является для меня большим показателем того, что они видят, что мы едины с ними, мы делаем одно общее дело. Ну и давайте в завершение скажем, продолжится ли эта добрая традиция открывать в день рождения заповедник, открывать двери для бесплатного посещения экскурсионных и рекреационных объектов? Ну, я думаю, традиции не надо нарушать. Объясню, почему. Потому что, на самом деле, на сегодняшний день люди есть деньги отдать, да, допустим, но мы хотим понимать того, что то, что мы сейчас делаем, да, в день открытых дверей, он, наверное, это больше является, наверное, как уже таким ритуалом доброты, ритуалом привлеченности людей, да, то есть люди понимают, что заповедник, мы не только делаем, мы и другие дни тоже делаем бесплатно, и делаем пенсионерам один день, там, и делаем на маршрутах, все бесплатно, волонтерам мы делаем многое бесплатно. Но это о том, что люди понимают, что то, что они делают там, что это все идет не только в деньги, понимаете, а именно есть такие духовные традиции, да, мы же не просто там открыли двери, там, у нас люди, экскурсоводы, научные сотрудники участвуют, рассказывают о заповеднике, то, что нельзя увидеть и услышать каждый день. Сергей Георгиевич, спасибо вам большое за беседу, спасибо вам за вашу работу. Ну, а я напомню, у нас в студии был директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев.